Приветствую вас и вот на момент ответа на ваш вопрос вам уже 4 эксперта ответили, 4 эксперта написали вам свое мнение И если честно, мне показалось, что это не те мнения, которые могут как-то вас постимулировать и как-то показать вам, в чем проблема может быть именно у вас Значит, вы говорите о том, что вы очень неуверенный себе человек, вы говорите о том, что зависит от мнения других людей И, собственно, у вас нет личного мнения, у вас нет какого-то своего собственного сердца Если я правильно вас понял И, собственно, вы всегда пишете, с детства были очень поскучным ребенком И сейчас вами, ну, просто говоря просто, проще говоря, вами в данный момент манипулируют все, кому не лень Они манипулируют вами, они используют то, что вы такая вот неуверенная в себе Они используют это для себя, они используют это для своей выгоди И это, в принципе, нормально для людей так поступать Ну, просто потому что так поступает, вообще-то говоря, большинство людей То есть, если кто-то видит, что человек неуверен себе Им тут же спешат как-то воспользоваться Им тут же спешат как-то управлять для своих целей, для своих выгодов И вы говорите о том, что вся планета, это одна сплошная опасность Вся планета, это сплошной клочок, это сплошной клубок негативной информации для вас И вы сами вот говорите о том, что ваш нож там лезет везде, уши все пытаются вас слушать, да? Все вот это вот вы делаете И у меня, знаете, когда я читал именно этот отрезок, возник на самом-то деле только один к вам вопрос Ну хорошо, вы впитываете информацию в себя Вопрос такой, для чего вы это делаете? То есть, зачем вы везде? Зачем вы пытаетесь все, как это лучше сказать Все осознать, все познать, все понять и так далее Зачем вы это делаете? Какую цель вы преследуетесь этим? Что вы хотите от этого получить? Для себя, может быть, или как-то еще То есть, пожалуй, главный, первый точнее вопрос, который нужно вам задать Это вот именно вопрос такого плана Ради чего вы пытаетесь, сейчас я вам процитирую Глаза все видят, замечают, лучших как воронки все убирают Ради чего вы это делаете? Вы что-то ищете, вы что-то пытаетесь для себя понять, вы что-то пытаетесь для себя увидеть Может быть, может быть, это и так Но, как видите, никакого результата подобное поведение вам не принесет И правда заключается в том, что никакого результата ваше поведение не принесется до тех пор Пока не будет вот эта вот деятельность, а это именно деятельность то, что вы делаете Пока эта деятельность не будет подчинена, ну, определенной системе, можно сказать так То есть, пока эта деятельность не будет систематичной, осмысленной С четким по возможности пониманием того, для чего вы делаете те или иные вещи И пока этого не будет, пока вы не будете поступать именно так Боюсь, ваша проблема будет оставаться Потому что знания, если они ложатся на нетвердую почву Если они не подчинены определенной логике, определенной цели, для которой человек получает эти знания То они эти знания могут лишь только навредить Это вот первое, наверное, ну, такое вот, знаете, самое простое То, что я вам хочу сказать Самое простое, но не единственное, как вы, наверное, уже догадались Дальше Дальше Следующий момент Следующий важный, на мой взгляд, момент Выключается в том, что вы, как говорите, всегда были послушны То есть, вот эта вот, вот эта вот, ваша всегда была послушной Оно ведь чем-то обусловлено Ну, лично для вас оно чем-то обусловлено, я так полагаю И давайте мы с вами попробуем подумать А чем же обусловлено для вас вот такое поведение Родители вас приучили к тому, чтобы так себя вести Родители научили вас вести себя подобным образом и слушаться Потому что, например, так родителям было хорошо, а родителям так было удобно и приятно, но не было удобно и приятно вам Тогда речь идет о проработке детско-родительских отношений Почему? Как? Ответ на самом деле достаточно прост Нужно понимать здесь, что именно родители заложили первичную основу вашего поведения И именно родители обусловили формирование у вас определенных качеств И нужно для начала избавиться от детско-родительского сценария При котором вы действуете не так, как хочется вам, а так, как хотят другие люди Далее Зависимость от этих самых других людей Она спровоцирована тем, что, значит, у вас есть некоторая потребность То есть у вас есть, я бы сказал, ряд желаний, которые вы пытаетесь удовлетворить через окружающих вас людей В зависимости от чужого мнения В зависимости от чужого мнения Это потребность чужого мнения для получения чего-то для себя Вот и давайте мы с вами попробуем понять Что же вы сами для себя пытаетесь получить во мнении других людей Чего вам не хватает для себя и почему Может быть, вы боитесь чего-то Может быть, вы опасаетесь чего-то Может быть, что-то еще Но что-то обуславливает это ваше зависимость Сами вы Получить то, что вы хотели бы от Ну, то, что вы хотели бы для себя сами Без людей Вы не в силах И из-за этого, естественно, образуется зависимость от людей По-другому и быть, к сожалению, не может Далее То, что вы пишете, значит, то, что вы ребенок Ребенок или, иными словами, инфантилизм Это не возможность Или не желание Или страх Нести ответственность за свою жизнь То есть, не возможность, не желание Нести ответственность за себя За вас, то есть Вы несете ответственность за себя Вы перекладываете ее на других людей И это, собственно говоря Тоже сформировали ваши родители Условно говоря, если они воспитывали вас В, например, ну, допустим В постоянном послушании В атмосфере постоянного послушания То откуда живется у вас самостоятельность Совершенно Определенно, значит, что Неоткуда И это означает, что вам по-прежнему нужно Для начала проработать отношения с родителями Понять, почему они Так себя вели или ведут до сих пор Понять, что их двигало А после Заниматься личностным ростом Взять, например, для себя Образец модели поведения Или сориентироваться на то, что Вам хочется Для себя же, опять-таки То, что вам нужно Ориентироваться на то, какой вы себя видите Какой вы хотели бы себя видеть И к этому, собственно, и стремиться К тому, какой вы себя видите Это, вообще говоря, очень важно И далее Стоит определить Препятствия На пути к доверию Вам Самой себе То есть Что мешает вам Доверять Самой себе Что мешает вам Воспринимать то, что вы Например, чувствуете То, что вы, например, хотите Как истинную Что заставляет Вас В этом Сомневаться Вот, пожалуй Данный Аспект Данный Момент Ну, вообще говоря Очень-очень важный Без него Без этого аспекта Достаточно Срочно Будет наметить Какие-то Ну Ну Какие-то Пути Решения Вашей Проблем То есть Вот Эти моменты Я надеюсь Мы с вами Осознали Что Модель поведения Идет ваше Изведство Что Собственно Вам Идет Неуверенность В себе И вот Теперь Когда мы Я надеюсь Вот это Для себя Выяснили Теперь давайте Спросим 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 Так А Что Вам Что Доставляет Вас Чувствовать Себя Неуверенно Себе Что Доставляет Ощущать Себя Ну Такое Как Вы Как Вы Пишите Легко Внушить Легко Запугать Да То есть Легко Отказывать Например От Своего Мнения Так Вот В чем Вы Неуверенность В себе Вот Именно В чем Конкретно Ваша Неуверенность В собственных силах В чем Она Эта неуверенность Проявляется Просто Выпишите Для себя Хотя бы Те моменты В которых Вы в себе Неуверен Ну просто Выпишите их И И Тогда Когда И если Вы Это Сделаете Вы Выпишите Эти моменты Для себя Ага Тогда Будет Понятно Какие Недостатки Себе Вы Воспринимаете Именно Как Недостатки И Тогда Уже Он Будет Понять Что делать С этим Недостатки Как Можно Их Например Купить Купировать Можно Можно Их Например Принять Такими Как Они Если Нельзя То Что Мешает Что Не дает Что Не позволяет Принимать Их Такими Как Они Принимать Себя Далее Все Недостатки Являются Вашими Недостатками Действительно Может быть Какие-то Недостатки Являются По сути Дело Продолжением Ваших Достоинств И Убрать Их Значит Потерять Себя Это Не Хорошо Для Вас В любом Случше Здесь Тоже Стоит Быть Достаточно Осторожно При Выборе И При Определении Того Отчего Вы хотите Действительно Избавиться Ну Как Говорится Осторожнее Своих Своих Желанных Вот Я думаю Можно Это Сформулировать Именно так И Соответственно Что-то Вам Нужно В себе Понять Что-то Вам Нужно Купировать То есть Организовать Деятельность По Нейбрализации Того Что Вас Себе Не устраивает И На это Направить Свои силы Далее Идет Личностный рост Личностный рост Невозможен Через боль А Личностный рост Невозможен Через осознание Каких-то Новых Непривычных Для Вас Моментов Личностный рост Это Когда Вы Начинаете Формировать Формулировать И доверять Своим Ценностям Своими Ценностями Тому Что Считаете Именно Вы Сначала Конечно Лучше будет Если Вы Как-то Формулируете Вообще Что есть Ваши Что есть Ваши Ценности Допустим Понимать Хотя бы Куда И К чему Вам Прямиться Куда И к чему Вам Двигаться Это очень Важный момент Ну а дальше Дальше Делает Делает Ну Дальше Делает Техники Делает С вами необходимо нести ответственность за себя, если у вас есть страх ответственности, то с ним тоже желательно бы разобраться, почему он есть, откуда он есть, с чем он связан и т.д. Страх ответственности, если он будет с вами, не позволит вам решить ваши проблемы, не позволит вам быть с собой. Поскольку однозначно страх у вас все равно так или иначе присутствует, потому что вы говорите, что... Зависимо от людей, что вы боитесь, пытаетесь убежать, то соответственно имеет место быть и этих самых страхов. А предстоит еще и с ними тоже поработать, с страхами. Я думаю, что вот такое вот, знаете, итоговое мое мнение, я думаю, что родители вам просто-напросто не додали, не приучили вас жить самостоятельно. И из-за этого у вас сейчас во взрослой жизни есть ряд проблем и трудностей. Если вы через психолога и с помощью него, значит, для себя возьмете все то, что вам по какой-то причине не дали родители постепенно, и под руководством психолога будете заниматься личностным ростом, то все проблемы ваши можно решить. Процесс этот не быстрый, и для того, чтобы история получилась, нужна работа. Пока вот в этом направлении, которое я вам назвал. Специально не рекомендую вам обязательно личные консультации, платные консультации, пока что, потому что вам это нужно решить самостоятельно, будете ли вы это делать или нет, будете ли вы работать или нет, если да, то с кем и так далее. Вопрос этот нужно решать в первую очередь вам, само это начало. И в зависимости от того, как вы его решите, уже можно будет тогда думать, что делать дальше. Но в принципе, тех направлений, которые я вам сказал, их достаточно для того, чтобы вы сами привели над собой определенную работу. Чтобы вы сами как-то вот уже делали первые шаги, хотя бы, например, ну, допустим, выписали бы свои недостатки и препятствия, что мешает вам доверять в себе и своим, например, переживаниям, доверять своим ощущениям и так далее. Вот для начала, хотя бы, будет лучше, если вы делаете это все. Ну, а дальше уже будет видно, как и что делать. На этом, я думаю, можно закончить. Всего вам самого доброго. Если остались какие-то вопросы, пишите в личку «помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго еще раз и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok